Добрый день, дамы и господа! Суперпонедельник в российском футболе. 23-й тур Мелбет Первой Лиги. Сегодня ленинградец принимает не кого-нибудь там, а сам Красноярский Енисей. Мы с вами переносимся на стадион Рощина-Ариэна, в местечке Рощина, ближ Санкт-Петербурга, ну, Ленинградская область, соответственно. Довольно солидный послуженный список у Дениса Тихонова. Много где он поиграл, по крайней мере казалось, что это настоящая сенсация. Ленинградец на выезде в Красноярске. Раздорских, ударная позиция! Раздорских! Ну, ничего себе! Вот это уже было поближе. И чуть было в дальнюю девяточку-то не нырнул, но, по крайней мере, вот с этого ракурса так кажется. Забыв на время о своих каких-то делах и заботах, да, пришли на матч Енисея, который в атаке удар по воротам 1-0, счет становится, и это Александр Масловский, 33-й номер, фланговый защитник, который в этой атаке принимал, ну, не только опосредованное участие, а вот прям добежал и доиграл этот эпизод до конца. И какая свобода штрафной площади была у двух всего лишь футболистов Енисея. Я полагаю, что Окладников изначально, ну, как-то настоящий центральный нападающий, не особо-то хотел делиться с мячом с Масловским и пытался этот эпизод доиграть сам, пробить по воротам, завершить. Ой-ой-ой, какая ошибка, Окладников пробегает мимо вратаря, Окладников пустые ворота, 2-0 счет становится, Окладников Енисей. Ну, дела. Здесь-то все Окладников сделал здорово, прокинул мяч мимо вышедшего из ворот Карабашева, хотя, вот знаете, казалось, что может быть и не то, чтобы прям обязательно было настолько далеко выходить Карабашеву из ворот. Плюс рядом с нападающими Енисея все-таки был защитник Ленинградца, который, наверное, должен был в этот эпизод активно включаться. Сильно акцентировать на это внимание не будет. Окладников подкатит, выигрывает мяч Окладников, Тихонов, есть возможность пробить по воротам, бьет Тихонов и забивает Тихонов, 3-0. Крупно уже Енисей обыгрывает Ленинградец. Казалось, что как будто бы удара, возможность для удара, да, Тихонов профукал в этом эпизоде. Казалось, что как будто бы прошел тот момент, когда по воротам можно было очень удобно и без какого-либо противодействия со стороны футболистов Ленинградца лупить. Как будто бы это прошло. Но нет, вот так, второй гол в трех матчах. Денис Тихонов, да, у нас второй мяч за Енисей, забил в трех матчах. Вот такая прекрасная статистика у Тихонова. И Тихонов один на один. Чистейший выход Тихонов. Третий мяч в трех играх за красноярский Енисей Дениса Тихонова. Вот такой вот новичок у красноярского клуба. Снова рассыпалась, развалилась оборона Ленинградца. 4-0. Но это уже не просто разгром, а это довольно печальная история и ситуация для Ленинградца. Савельев это был. Бардебахин поддерживает атаку. Там есть два варианта. Бардебахин на дальнюю штангу. Удар по воротам перекладина. Но если бы чей такой мяч забили футболисты Енисея Раздорских. Раз за разом он на дальней штанге открывается. Вот так вот боковыми ножницами. И чуть не попал. В перекладину мяч угодил. Бардебахин. Классная передача. Раздорских. Бум. Заканчивается потихонечку помаленечку. 4-0. Наверное, такого результата. Ой-ой-ой. Еще один момент. Чуть 5-0 счет не становится. Но, знаете, наверное, какая-то вселенская справедливость должна была хоть раз в этом матче восторжествовать. А вот Бачинский. А вот удар. И нет, все-таки не забивает Ленинградец. Хотя атака хорошая. И как-то подрослабились, как будто бы в концовке. Звучит финальный свисток. И этот самый финальный свисток фиксирует крупную и совершенно обескураживающую для Ленинградца победу Красноярского клуба. Красноярского клуба. Красноярского клуба. Красноярского клуба. Красноярского клуба. Красноярского клуба.